За последние месяцы в столице сократилось число маршруток. Вместо них курсируют комфортабельные новые автобусы. Так, за последние два года Кыргызстан закупил 1553 единиц общественного транспорта. В прошлом году на приобретение 1000 автобусов для Бишкека из республиканского бюджета было выделено более 4 миллиардов сомов. Этот автобус называется «Голден Драгон», что в переводе «Золотой дракон». Внутри действительно очень объемно, очень просторно, по-драконовски. По данным пассажирского предприятия, каждый день на рейсе выходят более 600 автобусов. Гораздо приятнее, гораздо просторнее. Во-первых, увеличили объем, увеличился воздушный поток, теперь можно больше дышать, приятнее воздух стал, больше мест. В каждом автобусе установлены камеры. и GPS-стекеры, через которые можно отследить любой маршрут с помощью мобильного приложения «Мой город». Это удобно для пассажиров. По словам водителей, новые автобусы вместимые и комфортные, а самое главное, на многих из них установлена автоматическая коробка передач. «Эти автобусы очень удобные. Коробка, автомат. Она очень мягкая, маневрная. Водитель почти не устает. Вот особенности. Раньше в тех автобусах мы очень уставали, а сейчас она, что, коробка, автомат. Сейчас уже этих маршрутов нет. Так, и пробки вроде стали меньше». То, что в Бишкеке улучшилась работа общественного муниципального транспорта, отметил и сам президент. Минувшую субботу глава государства Внепланово посетил сервисный центр по ремонту и техобслуживанию автобусов. По итогам визита Садыр Джапаров поручил уделить особое внимание техническому состоянию транспорта и подготовке водителей для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. «По словам главы пассажирского предприятия, в автопарке для водителей созданы все условия. Рабочий день начинается с раннего утра в диспетчерской, которую отремонтировали несколько месяцев назад. Все водители в обязательном порядке подтверждают свои знания ПДД в специальных классах». «Сейчас у нас на балансе имеется 765 автобусов. Действует 31 маршрутная линия. Во второй половине года планируется прибытие еще около 500 автобусов марки «Лонгтонг» китайского производства. Срок эксплуатации новых автобусов составляет от 5 до 10 лет. Сейчас много вопросов возникает о компетентности водителей. Перед трудоустройством они проходят проверку. Кроме этого, они дополнительно обучаются у нас». «После визита Садра Джапарова будут пересмотрены заработные платы техперсонала автопарка. Глава государства на месте дал распоряжение рассмотреть оплату труда всех сотрудников». «Наши водители в среднем получают 45 тысяч сомов. Самый лучший и примерный водитель получает до 100 тысяч сомов. Да, после посещения президента мы рассмотрели оплату труда многих наших технических сотрудников. Наш маляр на руки получал чуть больше 27 тысяч сомов. После рассмотрения в следующем месяце он сможет получить около 45 тысяч сомов». «В текущем году подобные автобусы планируют приобрести в регионы. Для города Ош 100 автобусов, Джалалабад – 10 автобусов и для города Нарын – 5 автобусов». «Ирмик Куринкеев, Джакшилык Исааков, Элтер Бишкек». «Передактор» «Ирмик Куринкеев, Джакшилык Исааков, Элтер Бишкек». Продолжение следует...